Всем привет! С вами Мисс Апаш и я продолжаю прохождение Хорайзен Запретный Запад. В прошлом видео я побывала в доме Тильды, выполнив основное задание «Всё, что уцелело» и решила до следующего основного задания «Крылья десятых» зачистить все заставы, чтобы собрать все жетоны. В этом видео я покажу зачистку 13 застав. Начну с самых простых по сложности и закончу заставами 40 уровня. Но сначала 5 главных советов, которые существенно облегчат зачистку застав мятежников. Первый совет. Лук с пробивными стрелами. В моем случае это Дельта. Из элитного оружия такие стрелы есть также у высокоточного лука «Гнев» регалы. Но его вы сможете получить только в случае победы и казни регалы. Такие стрелы пробивают броню, например, маску, и пробивают тела. Так что одного выстрела чаще всего достаточно. Ну и можно сразу убить двоих мятежников или мятежника и его машину. Второй совет. Подбор брони с учетом вашей тактики. Причем это может зависеть от конкретной заставы. Это становится особенно важно при высоком уровне сложности заставы, где противники очень сильные. Например, встроенный навык или ткань «Бесшумная атака плюс» позволит вам убить с одного раза самого сильного врага. А при увеличении урона при скрытой атаке дальнего боя на самого сильного врага может хватить и одной стрелы. Но это если, конечно, все соответствующие навыки в древе навыков уже освоены. Но если в целом вы предпочитаете стелс, то вам лучше иметь в броне такие навыки или ткань, как «Тихое перемещение», «Тень траве», «Тихое копье», «Бесшумная атака плюс» и увеличение урона при скрытой атаке дальнего боя. Все такие свойства есть у брони из категории «Лазутчик» «Зимнее одеяние Утару». Подобные основные навыки, за исключением урона при скрытой атаке, есть у брони «Следопыт Нора», которую также можно купить в «Колючей топе», если нет возможности приобрести «Зимнее одеяние Утару». Но возможен и другой вариант. Например, я также использовала броню «Громовой воин Нора» из категории «Охотник» для ведения скрытого дальнего боя. В этой броне есть навыки по концентрации, выносливости и увеличению урона при скрытой атаке дальнего боя. Но в этом случае я все-таки ее усилила тканями «Тихое перемещение» из брони «Хранителю Тару» и «Тень в траве» из брони «Стратег Тинакт». Следующий совет – наличие прилива отваги, невидимый, ловчий. Он очень облегчает зачистку застав. Рекомендую взять все три уровня для этого. Хотя я всего один раз этим воспользуюсь, но это только потому, что я хотела зачистить заставы обычным способом. Так же, как в лагерях мятежников, зачистку заставы можно начать с командира. Тогда вы быстро выполните задание. И если даже у вас что-то не так пойдет после этого, застава будет уже зачищена. Ну и последнее. После ликвидации главаря и получения жетонов вы можете не биться со всеми остальными мятежниками, а просто сделать быструю загрузку или загрузить последнее автосохранение, и застава будет уже пустой. А все трофеи в сундучках останутся, и их можно будет собрать. Вы не получите трофеи лишь с мятежников, которых могли убить. Итак, первая застава – крутой перевал. Пятнадцатый уровень сложности. Я нахожусь у костра, рядом с заставой. Сначала попробую просканировать ближайших противников. Командира я уже нашла. Начну я с этого мятежника. И попытаюсь его убрать по-тихому. Именно в травке, чтобы его никто не заметил. А теперь я собираюсь забраться на башню повыше, чтобы у меня был обзор получше. Но тут будьте осторожны. На башне есть мятежники. Хотя в это место никто не заходит. Сейчас я просканирую остальных. И начну с одинокого мятежника на вышке. А вот еще один. Но я этого постараюсь по-тихому убрать. Лучше, когда он будет подальше. И вот здесь ходит еще один одинокий мятежник. Быстренько убираю этого. Остался мятежник выше. Но он такой какой-то зависший. Поэтому я просто к нему подошла и убила. Ну и раз уж я у башни железной, то могу забраться повыше. А заберусь я только для того, чтобы отсканировать запись. Это информация о мире. Поиски работы начинаются. И тут же есть сундучок. Просто, чтобы потом еще раз сюда не подниматься. Но у меня остались мятежники прямо подо мной. Отсюда не совсем удобно. Поэтому я все-таки спущусь пониже. Они вот как-то в кучке ходят. И естественно они могут заметить, если кого-то убили. Сейчас подходящий момент убить этого. И вот наездница или наездник удаляются. Поэтому можно разобраться с ними. Кстати, для зачистки заставы машины тоже нужно убивать. На этой заставе я насчитала 9 мятежников, включая наездницу. Ну и на закуску я оставила командира. Посмотрим, нет ли у этого командира жетонов. Все. Со всеми мятежниками разобрались. Можно забирать жетоны. Жетоны погибших солдат. Нужно отдать их дубке. Кстати, на этой заставе я не нашла никаких трофеев, за исключением сундука на вышке. А сейчас застава безводия. Тоже 15 уровня. И вот я уже на месте. Застава внизу. Давайте посмотрим, кто тут есть. Тут, кстати, получается меньше мятежников. Я насчитала всего 6. Правда, наездницу на Сикаче и Лиходеи я пока не могу достать сканером. Но они будут. Ну и наверху можно спокойно поразбивать бочки. Как только вы разобьете нужное количество, в них появятся и трофеи. Вот трофеи уже и появились. Если дозорный меня заметит, предупредит остальных. Надо быть осторожнее. Начну я с двух мятежников ниже. Только нужно выбрать подходящий момент. Потому что они ходят совсем уж рядом. Сейчас убиваю одного атакой сверху. И тут же нужно убить второго. С ними покончено. Теперь тут можно все спокойно разбить и собрать. Ну, главарь ходит у нас на вышке. Но я его оставлю на закуску. Вот двоих еще убрала. У того мятежника усиленное снаряжение. Видимо, это командир. На самой заставе уже никого не осталось. Поэтому можно заняться и командиром. Ну, я переберусь к нему на вышку. И просто по-тихому его убью. Но остался еще один мятежник. Наездник. И лиходей. Нужно отнести их дубки. Думаю, дело сделано. Надеюсь, мятежники уйдут. Хотя можно разобраться с ними, не откладывая. Только они вот гуляют снаружи. Начну я с наездника. И попытаюсь убить сразу его и машину. Это удалось. И остался лиходей. Я использую электрические стрелы. Парализую его. И стабилизированный выстрел. Ну, чуть-чуть осталось. Одной стрелы хватит. Теперь здесь безопасно. Вторая застава зачищена. Тут, кстати, тоже практически нет сундучков. Я нашла только один снаружи заставу. В бочках только можно что-то найти. Я не буду показывать трофеи смятежников. А сейчас я уже у костра, прямо на заставе. Следующая застава – сияющие пустоши «Север». Это застава уже 25 уровня. Тут я насчитала 8 человек, включая наездника, но уже на загонщике. Начинаю я от ближайшего костра. Хотя тут придется пробежаться. И еще одна застава. Меня они предупреждали. Надо разобраться с командиром. Предлагаю смотреться. Но всех мятежников отсканировать не получается сразу. Ну вот, кого смогла. Начну я с мятежника на вышке. Но мне нужно дождаться, когда он отвернется. Вот он уходит. И это самый подходящий момент. Убираю его по-тихому. И с этого места я собираюсь разобраться со всеми. Начну я с мятежника внизу. Готов. Но к нему несется другой. Его я тоже сразу уберу. Сейчас уберу наездника. И сразу разберусь с машиной. Хотя это привлечет внимание. Но возможно мне это даже на руку. Потому что напротив меня несколько мятежников. И некоторых это отвлечет. А вот и командир. Нужно поискать жетоны. Еще осталось два мятежника. Этот уже несется. И последний. Эти мятежники больше никому не навредят. Как вы видите, все сделало с одного места. И особо никто тревогу не поднял. Тут тоже, кстати, на трофее достаточно скудно. Но можно кое-что забрать. Вот, например, кусок зеленца. Ну и на этом, по большому счету, все. Нужно отнести их дубки. Эта застава зачищена. Можно отправляться к следующей. А следующая застава пустошь беглеца. Тоже 25 уровня. Достаточно интересная застава, на мой взгляд. Вот она-то очень богата на трофеи. И рядом даже кое-что есть. Я не предлагаю с того костра, который только что показала, направляться к заставе. Так как там встретят вас клинорылы. И придется вовлекаться в бой. Лучше разобраться по-тихому, поэтому я зайду с тыла. Застава мятежников. Узнаю, кто у них главный и разберусь с ним. На этой заставе я насчитала 9 человек. Но, скажем так, достаточно сложно подсчитать. И иногда можно кого-то просто не найти и пропустить. А пока я сканирую, кого могу. Судя по броне, этот солдат-командир. Но, конечно, пока я отсканировала далеко не всех мятежников. Начну я с этого. Он уходит и его тело не заметит. Наездника, кстати, лучше пока не трогать. Это может привлечь внимание. А он так и так уедет на бой с клинорылами. Начну я с этого. Этот тоже отошел. И его можно спокойно убрать. Ну, а теперь уберу командира. И еще одного мятежника. Всех мятежников в моем поле зрения я вроде убила. Остальных пока не вижу. Поэтому подбегу поближе. Вот. Одного я заметила. Посмотрите, как он прячется. Вообще не разглядеть. Но его я попробую убить бесшумной атакой. Мне все равно в эту сторону. А теперь давайте посмотрим, кто бьется снаружи заставы. Те мятежники тоже считаются, поэтому тут придется всех убить. Я постараюсь повзрывать клинорылов. заодно это поможет убить и мятежников. Ну, и добить их также нужно, потому что у них есть гнездо с кучками припасов, которые лучше обобрать. И вот самое сложное. Вроде я убила всех мятежников, но кто-то еще остался. Приходится все осматривать. Но внизу я точно всех убила. А вот и последний мятежник. И я одна против нее. Но уже хорошо. Подберусь по-тихому. Эта застава никому больше не будет мешать. все, дело сделано. Теперь осталось все собрать. А тут посмотрите сколько ресурсов. Тут очень много кучек стервятника, а также сундучков. Нашла ключ. Посмотрим, что он откроет. Все трофеи я соберу позже, а сейчас к сундучку, чтобы забрать жетоны. Можно ли ключом открыть тот сундук? Жетоны погибших солдат. Нужно отдать их дубке. Конечно же, сбор всех ресурсов я показывать не буду. Я это уже все собрала, но хочу показать несколько мест рядом с составы. Вот вы видите кусок зеленца. Заберем его. И еще тут есть пещерка. ее можно не заметить. А здесь у нас скопление зеленца и сундучок. Все заберем. Но и это еще не все. В этом месте есть много кучек стервятника. Это как раз гнездо кленорылов. Поэтому предлагаю посмотреть, что тут. Вы видите, тут можно собрать немало ресурсов. Сейчас я переместилась в стоячие пески. Здесь будет три заставы. И первая застава, которую я зачищу, это стоячие пески запад. Я нахожусь в убежище на горе. И с этого места можно достать некоторых мятежников. Например, этого. И вот этого. Остальных не видно. Поэтому я спустилась. впереди меня главарь. И тут же второго. Остался последний. Меня заметил. Но тут я его опередила. Тут, кстати, получилось всего пять мятежников. Поэтому можно было и рискнуть. Собирать тут тоже особо нечего. Поэтому заберем жетоны. жетоны погибших солдат. Нужно отдать их руки. И на этом с этой заставой завершено. Кстати, она была также 25 уровня, но мне показалось легче. Сейчас я нахожусь у другой заставы стоячие пески юг. тут я собираюсь забраться повыше и с высоты всех перестрелять. Так как местность открытая, прятаться особо некуда. Мятежники. Я знала, что они здесь. Лучший способ от них избавиться разобраться с командиром. Эта застава также 25 уровня, но тут всего четыре мятежника. Зато есть машины, но это лентороги, поэтому их легко убить. И среди мятежников один наездник. Я как раз начинаю с него. И нужно добить машину. Командир уходит, он спиной, поэтому можно убрать этого, а потом уже и командира. и остался последний. С мятежниками покончено, но вы видите, лагерь еще не зачищен. Нужно убить этих ленторогов. Эта застава никому больше не будет мешать. А вот теперь все. Патруль из наездников. Надо быть осторожнее. Тут снова ресурсов очень мало. Сундучков кроме одного, где лежат жетоны, я так и не нашла. Нашла ключ. Посмотрим, что он откроет. Я открою сундук найденным ключом. Нашла еще жетоны. Нужно отнести их в рощу, как будет возможность. И на этом все. Можно двигаться дальше. И последняя застава в пустыне стоячей пески север. На мой взгляд застава с изюминкой, которой я и собираюсь воспользоваться. мятежниками. я приготовила огненные стрелы. Опять мятежники. Я слышала, что они здесь. Если избавлюсь от их командира, остальные могут сбежать. На этой заставе заперт лиходей, которого я сейчас освобожу, строя взрыв. И пока лиходей будет разбираться со всеми мятежниками, я потихоньку ему помогу. А сейчас я активировала прилив отваги невидимой ловчей. Им я хочу воспользоваться просто чтобы незаметно убить главаря. И чтобы забраться на вышку. Это мне даст хороший обзор. Ну и я помогу лиходею. Баллисты, пора ими воспользоваться. Можно конечно воспользоваться баллистой, но это неудобно. А сейчас пока меня не видят, я попытаюсь потихоньку поубивать мятежников. но пока я стреляла, меня все-таки заметили. Дождемся невидимости и я убью того, кто сзади. ну и тут остался сикач. С ним я разобралась и последний мятежник. Ну вот лиходей с ним разобрался. Ну а теперь добью лиходея. Зачем мне его тут оставлять? Мне нужно собрать еще ресурсы. И на этом все. Вышло очень шумно и весело. Тут кстати тоже в плане ресурсов очень бедно. Если говорить о сундучках, их тут нет. Если только собрать с машин и с мятежника. нужно отнести их в рощу, как будет возможность. Жетоны я забрала. На этом можно переходить к следующей заставе. А следующая застава серый пик. Это застава уже 35 уровня. Тут будет всего 6 мятежников, но это уже более грозные враги. Начну я с высоты. Поэтому я забираюсь на гору и по ней подбегаю к заставе. Опять мятежники. Я слышала, что они здесь. Если избавлюсь от их командира, остальные могут сбежать. Я тут совсем замерзну. Начну я со сканирования мятежников. Один на вышке. Он будет первым. Пятерых я уже нашла, а вот командира пока нет. А он был прямо подо мной. Как уже сказала, начну с мятежника на вышке. Его убрали. Теперь вот этого одинокого с этого края у меня два. И тут вот нужно уловить момент, когда кого убить. Начну я с этого. И теперь уже на вышке. Но его все-таки заметил. один мятежник. Тогда уберем его. И остался один командир. Его я постараюсь убить атакой сверху. И это очень возможно. на этого командира тоже будут жетоны. На этом дело сделано. Ключ нужно поискать. Нет ли тут чего с замком? Тут кстати есть что собрать. Немного, но все-таки. Сколько тут деталей машин? Наверное из них делают снаряжение. они собирали детали машин. но на этой заставе есть не только трофеи. Стоит опасаться дозорных. На этой вышке есть запись информация о мире. Скандал с естественным голосом. Так что лучше отсканировать для своей коллекции. Но и тут осталось собрать ресурсы только смятежников. Я уже все собрала. И прямиком направляюсь к сундучку. С жетонами. С этой заставой завершено. переходим к следующей. Вообще в этой местности будет три заставы. Первая из них след дождя восток. у застава 30-й уровень. По мосту впереди двигается наездник на загонщике. Но я успею пробежать позади него. И когда я буду здесь находиться, этот наездник меня не заметит. начну я с мятежника на вышке. Теперь разберусь с этим. Вот еще в отдалении стоит. Промахнулась, но ничего. Бьем вторым выстрелом. И прям подо мной два мятежника, один из которых командир. Я начну с заднего. И теперь займусь командиром. Видите, тут уже одного выстрела мне не хватило. Ну и остался последний. теперь нужно добить машину. Кстати, если начать с всадника, то это привлечет внимание. Так что я выбрала такой порядок. Ну а теперь соберем ресурсы. Тут есть сундучки. поэтому все заберем. Ну самое главное жетоны. Здесь жетоны. Нужно отнести их дуке. Тут я считаю все завершило. Можно приступать к следующей заставе. следующая застава след дождя север. Это застава 35 уровня. Тут будет уже 8 мятежников, один из которых наездник. Но кстати, обратите внимание, я поменяла броню, так как в последней заставе мне не хватило мощности выстрела, чтобы убить главаря. Хотя, как я поняла, потом можно было просто заменить ткань на урон отдаленным целям. И тогда бы все было окей. позже я кстати это сделаю. Но тогда я пожертвую выносливостью. Хотя, как я поняла, она там не столь важна. Я уже всех отсканировала и начинаю с одинокостоящего мятежника. Теперь убираю того, кто на вышке. И вот еще на вышке второй. его заметили, но я тут же разбираюсь с тем мятежником. Еще один готов. Теперь вот здесь вот который ходит. Ну и главаря. Вы видите, с одного выстрела убила главаря. И одним выстрелом всадника и ленторога. как раз преимущество лука дельта. Вернее, пробивных стрел. Тут есть некоторое количество сундучков, так что можно все осмотреть и собрать. правда, не сказать, что прям богато. Хотя вот у мятежника был золотой слиток. Но нам нужны жетоны. Жетоны. Как я и думала. ну и по большому счету основные ресурсы я тут уже собрала. Осталось только дособирать смятежников. С этой заставой завершено. Переходим к следующей. И это след дождя запад. Тут будет семь мятежников. Но территорию патрулирует два загонщика. Опять мятежники. Я слышала, что они здесь. Если избавлюсь от их командира, остальные могут сбежать. Первого я убираю по-тихому и тут же перебегаю. Его тело вероятнее всего найдут. Поэтому я меняю позицию и теперь отсканирую всех остальных. доложить обстановку инциденты. Убьем сначала этого. и теперь разберемся с этим. Но вот тут не совсем точно попало, поэтому пришлось добивать. и убираю на окраинах мятежников. В общем, всех внизу я убрала. Остался командир. Нужно поискать жетоны. С ним тоже покончено. Осталось разобраться с загонщиками. один один готов. Второй что-то заметил. Поэтому быстренько его парализую. И опять стабилизированный выстрел. все чисто. Будем надеяться надолго. Дело сделано. Теперь можно собрать ресурсы. Ресурсов, кстати, тут достаточно много. Полностью сбор ресурсов я не буду показывать, но покажу, где находится зеленец. вот это кусок зеленца. И теперь за жетонами. Хотя у командира только ключ. Вот я показываю, что тут достаточно много ресурсов, которые нужно собрать. Ну а я к сундуку. Закрытый сундук. Хорошо, что есть ключ. Жетоны погибших солдат. Нужно отдать их на этом дело сделано. переходим к следующей заставе. И это лес стражей. Эта застава также сорокового уровня. Тут я насчитала семь мятежников, один из которых всадник на загонщике. Но при этом тут есть еще два зубоскала, что добавляет сложности. Зайти к заставе можно с разных сторон. на одинаковом удалении есть три костра. Я зашла с севера. Сейчас попытаюсь отсканировать кого возможно. Включая зубоскалов. Ну вот всех рассмотреть пока не могу. Начну со снайпера. Одного убрала. Вот вижу один мятежник отходит в сторону. Очень удобный момент. с ним покончено. Кстати обратите внимание вокруг лагеря очень много растяжек. А вот еще один снайпер. Поэтому уберем его. и впереди меня еще один снайпер. Со всеми снайперами покончено. ну теперь займемся другими. Тело этого вряд ли заметят. А сейчас удобный момент убрать всадника. но вот загонщик насторожился. И командир судя по всему тоже. Снова же очень удачно уберем загонщика. но будьте готовы. Это привлечет внимание. Тут же прибежал зубоскал. Поэтому разберемся с ним. Также использую электрическую стрелу и добиваю стабилизированным выстрелом. Ну вот и командир пожаловал. Мы с ним тоже быстренько разобрались. Со всеми мятежниками покончено. Остался только один зубоскал. Так что добьем его. я возвращаюсь к командиру чтобы забрать жетоны и потом соберу все трофеи. Но это я уже не буду показывать. Еще жетоны. Как смогу отнесу их дубки. А тут как вы видите очень много ресурсов и есть что собрать. Итак с этой заставой завершено переходим к последней и это застава белесый провал застава также сорокового уровня. На этой заставе будет всего шесть мятежников но придется сразиться с огнеклыком. Я собираюсь быстренько убрать сразу двух мятежников. Отсюда можно обстреливать всех кто спускается по горе. Ясну почему они здесь засели. Кстати я вернула зимнее одеяние у Тару только вставила туда ткань с уроном отдаленным целям тут все-таки есть бесшумная атака плюс что позволяет в бесшумной атаке убить очень мощного противника а я тут как раз это применила вот я уже разобралась с четырьмя мятежниками внизу как раз командир ну вот одного выстрела не хватило даже полностью усиленной и последний мятежник на очереди огнеклык я собираюсь его парализовать поэтому заряжаю несколько электрических стрел и использую прилив отваги мастер стрельбы чтобы быстрее с ним разобраться но вот эффект от электрических стрел оказался не тот поэтому придется еще раз запускать а теперь использую стабилизированный выстрел целюсь в емкости с огнежаром но вот целилась прям в емкость а он не взорвался снова его парализую ну и надеюсь сейчас его добить все чисто будем надеяться надолго дело сделано осталось собрать трофеи а тут есть что собрать и достаточно ценные ресурсы но первым делом жетоны еще жетоны как смогу отнесу их дубки и вы видите несколько сундучков в том числе с легендарными ресурсами ну и давайте посмотрим что есть у огнеклыка есть спиралька на урон даже неплохо и как вы видите есть кусок зеленца на этом все все заставы пройдены теперь можно сдать жетоны в роще памяти но это можно будет сделать только после завершения основного задания крылья десятых кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь и удачи вам с прохождением